Всем привет! Чем подкормить овощи в августе месяце для того, чтобы они увеличили урожай минимум в 4 раза? Смотрите это видео до конца, и мы обязательно разберемся с этим вопросом. Начнем с лука. Вопреки теме этого видео, лук, как и чеснок, если, кстати, вы его еще не убрали, не нуждаются ни в каких подкормках, поскольку все органические соединения, которые накопились в пере лука, будут постепенно уходить в саму луковицу, и таким образом луки мы не подкармливаем. По-другому дело обстоит с многолетними луками, которые у нас уходят на зимовку. Например, лук-батун, лук-слезун, лук-шалот. Это те луки, которые нуждаются в фосфорно-калийных удобрениях. Об этом мы также скажем. Вторая группа культур, которая не нуждается в подкормках в августе, это зеленые овощи. Как правило, зеленые листовые овощи это овощи короткого цикла выращивания. Они быстро и активно накапливают различные нитратные соединения, поэтому для избежания занетрачивания я предлагаю зеленые культуры, к которым относятся петрушка, укроп, листовые салаты. Тот же мангольд не подкармливать. Каким же овощам в августе по-прежнему нужен азот? В первую очередь, это наша любимая тыквенная культура, к которым относятся огурец, кабачок, патиссон, тыква. Поскольку тыквенная культура, наряду с тем, что они активно плодоносят, огурцы у нас сейчас отдают максимальное количество своего урожая, но они также не останавливаются в росте и постоянно растут. Поэтому мы будем вести на тыквенных культурах азотные подкормки вместе с калийными. Если же нашим тыквенным культурам будет недостаточно калия, то первое, о чем они нам скажут, это загнивание плодов. И также о недостатках калия на огурцах будет говорить их форма в виде крючка. Поэтому тыквенная культура мы будем кормить и азотом, и калием. В качестве хорошего источника азота для тыквенных культур можно использовать, например, настои коровяка 250 грамм на 10 литров воды, или, например, 10 грамм нитрофоски на 10 литров воды, и ведем такое не сильно концентрированное азотное кормление под корень минимум раз в неделю. Обращаю ваше внимание, что есть отдельное удобрение нитрофоска, которым мы рекомендуем для тыквенных культур, и нитроаммофоска. Так вот, последнюю не следует использовать для подкормки тыквенных, поскольку именно наши тыквенные будут нитроаммофоску накапливать в виде нитратов. Еще один овощ, который нуждается в азоте в августе месяце, это качанная капуста поздних, среднепоздних сроков созревания. То есть та капуста, которая по-прежнему активно наращивает листовую массу. Так вот, если ваша капуста еще не перешла в фазу завязывания кочанов, а наращивает листья, то тогда будем кормить ее азотом. Качанную капусту мы рекомендуем подкармливать таким удобрением, как сульфат аммония. Из расчета 20 грамм на 10 литров воды и проливаем одним литром под корень. Почему сульфат аммония? Поскольку это удобрение содержит и азот, и серу. А серы, как мы знаем, очень хорошо усваиваются капустными культурами и способствуют лучшему сохранению кочанов во время зимы. Какие же овощи нуждаются в калии и фосфоре и совсем не нуждаются в азоте? Первая группа это столовые корнеплоды, к которым относятся морковь и свекла. Как раз таки в августе месяце идет обильный отток всех органических соединений из ботвы в корнеплоды. Поэтому в азоте ни морковь, ни свекла не нуждаются. Зато они очень хорошо будут отзываться на такой элемент питания, как калий. Почему калий? Калий это тот элемент питания, который регулирует процессы водного обмена в наших растениях. Как правило, август это сезон обильных дождей, поэтому наши растения будут лучше переносить большое количество влаги в почве, если у них будет достаточно содержания калия. Также калий тот элемент, который способствует, как я уже говорила, оттоку органических соединений из ботвы к корнеплодам, увеличивает сахаристость, вкус, цвет, запах, аромат наших корнеплодов и однозначно увеличивает сроки хранения наших корнеплодов зимой. Мои любимые посленовые, а это перцы, томаты и конечно же баклажаны, так же как и корнеплоды не нуждаются в азоте, поскольку уже к августу месяцу, как правило, они завязали достаточное количество плодов и нуждаются в том, чтобы томаты, перцы, баклажаны укрупнялись и созревали. Поэтому предусматриваем подкормки калием и фосфором. Также, если вы выращиваете бобовые культуры, а это, как правило, фасоль, будто спаджевая или фасольное зерно, то мы для них тоже исключаем азотные подкормки, поскольку весь азот, который им нужен, находится в прямом смысле на корнях. В августе месяце хорошо работают клубеньковые бактерии, которые являются неотъемлемой частью корневой системы бобовых культур. Поэтому для любых бобовых культур, для фасоли в том числе, мы исключаем азотные подкормки в августе. Но можем по-прежнему повышать качество и количество урожая, добавляя под корень калий на фосфорные подкормки. И еще один овощ, который практически не нуждается в азоте, но хорошо будет отзываться на фосфор и калий, это качанная капуста средних сроков созревания. Как правило, в августе месяце такая капуста уже активно завязывает качаны, и поэтому подкармливать азотом нет необходимости. Если же мы будем все-таки вносить какие-то азотные подкормки под качанную капусту на стадии завязывания качанов, то, к сожалению, есть высокая вероятность того, что качаны будут растрескиваться и плохо храниться. Поэтому исключаем азотные подкормки на стадии формирования качана, включаем калийное, фосфорное и, как я ранее говорила, возможно, серные подкормки для сохранности и лучшего урожая капусты белокачанной. Итак, какие же фосфорно-калийные подкормки можно предусмотреть в августе месяце для наших культур? Хорошими источниками калия и фосфора будут являться сульфат калия, монофосфат калия и всем известная древесная зола. Минеральные удобрения, если мы их вносим под корень, будем разводить с расчета 15-20 грамм на 10 литров воды и проливать растения. Если мы сторонники листовых подкормок, особенно на томатах и перцах, то тогда будем разводить 10 грамм минеральных удобрений в 10 литрах воды и вести подкормки по листу. В среднем 1 раз в 10-12 дней. Также для профилактики грибных заболеваний на посленовых культурах, грибных заболеваний на корнеплодах и на той же капусте, можно при листовых подкормках дополнительно вносить биологические препараты с содержанием сеной палочки. В моем случае я использую сеную палочку от фирмы Профит. 100 мл на 10 литров воды и спокойно обрабатываю свой урожай этим биологическим препаратом. Древесную золу использую также просто, как и минеральное удобрение. Если мы ее будем вносить в сухом виде по столовым корнеплодам, то достаточно просыпать между рядья в среднем 1 раз в 10-12 дней. Если мы используем зольные настои, то тогда необходимо 1 литр золы настаивать в 10 литрах воды, затем разбавлять этот раствор 1 к 10 и проливать под корень наше растение. Если же мы просто разбавляем золу в воде, то тогда используем следующие пропорции. Пол литра золы на 10 литров воды, размешиваем и проливаем наше растение. Благодарим, что досмотрели это видео до конца. Оставайтесь на канале Процветок. Всего вам хорошего и до новых встреч!